всем привет меня зовут наташа и вы на моем швейном канале очень рада вас видеть в этом видео я покажу как можно сшить вот такое вот гнездышко она двусторонняя валики идут по всему периметру она удобно стягивается переворачивается на обе стороны можно пользоваться как слева так и с правой стороны с одной из сторон есть вот такой вот замочек посмотрите он аккуратно открывается и там есть матрасик который вынимается сегодня будем с вами шить такое гнездышко и я покажу как можно сшить гнездо любого размера вы сможете скорректировать под себя размеры итак начнем для пошива я взяла ткань хлопок стопроцентный это ранфорс посмотрите какие нежные расцветки мне не очень понравились я их сразу выбрала ткани предоставил магазин family cotton обязательно к ним заходите рекомендую этот магазин у них большой выбор тканей отличного качества ткани идет с глиттером и он не осыпается после стирки перед раскроем ткань я хорошо смачиваю водой и прохожусь утюгом с паром для такого гнездышко мне потребуется 2 метра ткани шириной 160 сантиметров и наполнитель три с половиной килограмма посмотрите я складываю ткань пополам вот здесь не сгиб и сверху тоже сгиб с правой стороны от меня здесь идут открытые срезы вот они я их раскрываю здесь открытые срезы получившийся прямоугольник нужно разделить на равные части по 21 сантиметру вы сможете в процессе скорректировать эту ширину до той которая вам необходимо затем от левого сгиба с левой стороны вверх я откладываю 30 сантиметров и провожу прямую линию затем от этих 30 сантиметров вверх я откладываю 18 сантиметров и точно так же провожу прямую линию затем вот здесь вот я делаю небольшие скругления это будет место под матрас просто произвольно скругляю вы можете взять например лекало либо крышку и скруглить далее от этого скругления я отмеряю 21 сантиметр затем от скругления я отмеряю сначала 2 сантиметра на кулиску а затем еще вверх 4 сантиметра и провожу линию вот посмотрите что у нас получается здесь идет сгиб ткань сложена в четверо вот здесь и здесь тоже идет скип поверху мы с вами отложили от верхнего края вниз 21 сантиметр затем еще раз 21 сантиметр далее 2 сантиметра это на кулиску и 4 сантиметра для рюш и полностью я соединила в круг эти линии сделала небольшое скругление вот здесь под матрас и теперь по крайней линии я выкраиваю деталь может показаться что сделать выкройку сложно на самом деле ничего сложного нет вы несколько раз посмотрите видео и поймете как смоделировать выкройку вторую расцветку сердечки я складываю просто пополам по длинной стороне и отмеряя от сгиба вверх 30 сантиметров провожу прямую линию затем по этой линии нужно отметить середину и отметить вверх и вниз по 21 сантиметру это будет у нас ширина дна сюда будет вставляться молния у меня обычно сама молния 50 сантиметров но я ее подрежу теперь линию которую мы с вами наметили нужно в один слой разрезать как показано на видео края я заутюжила посмотрите левую часть я заутюжил сначала на один сантиметр во внутри потом еще раз на один сантиметр вот они здесь отметки откуда мне нужно начинать втачивать молнию я подворачиваю сначала один раз и прикладываю молнию лицом к лицу и стачиваю на машинке стачиваю до отметки делаю закрепку и срезать этот хвостик он остается теперь смотрите второй раз когда я заутюжил у меня уже молния сама аккуратно подгибается и шов получается закрытым вот таким образом видите в один раз подвернули и потом уже второй раз когда подворачиваем шов у нас закрыт теперь правая половинка я точно также заутюжил на один сантиметр и еще раз на один сантиметр правую сторону уже складываем вдвое то есть сразу в чистый край делаем вот таким образом и буквально вот на 2-3 миллиметра сверху я накладываю правую часть на левую вот так и прокладываю строчку ставим закрепку и аккуратно накладывая на левую часть прокладываем строчку когда доходим до линии где у нас начинается молния разворачиваем по 90 градусов и выходим на вторую сторону вот так как показано на видео немножечко проезжаем вперед и затем разворачиваемся снова вперед и прокладываем строчку прокладываем строчку и тем самым сшиваем вторую часть молнии к правой части ткани строчку прокладываем до того момента где у нас должна закатываться молния то есть до отметки там ставим закрепку срезаем лишний хвостик молнии и продолжаем шить далее до низа снизу здесь я поставлю хорошую закрепку пройдусь несколько раз вперед назад и в обратную сторону я прокладываю строчку оформляя молнию как бы в рамку вот у нас шито молния вот что должно получиться она закрытая ту деталь где у нас шито молния я точно также складываю в четверо прикладываю деталь которая уже у нас готова из белой ткани у меня и просто по ней срезаю немного подкалываю иголочками чтобы ткань не съезжала хорошо разравниваем все и выкраиваем вторую деталь вот и все у нас получается две детали с вами разметку нужно перенести на вторую сторону чтобы было удобно шить затем лицом вверх я скалываю детали по всему периметру вот так у меня получается я скалывала изнанка к изнанке обе части и теперь нужно проложить по всему периметру строчку на машинке там где у нас будет матрасик снизу на скруглениях я поставила произвольно небольшие отметки вот здесь примерно около 20 сантиметров это расстояние я не буду прошивать также не буду прошивать место под кулиску чтобы вставить потом кулису и ставить наполнитель от этой отметки я прокладываю строчку под кулиску вот так у нас получается вот это отверстие осталось открытым которое я отметила вот от этой до этой отметки это потом уже когда ставим наполнитель она здесь закроется молния вшита молния должна быть равна ширине матраса ширина матрасика здесь 42 сантиметра для ленты я подготовила несколько отрезов и чтобы соединить их в одну линию я прикладываю вот так вот поперек скалываю иголочкой и по диагонали прокладываю строчку вот здесь таким же образом я подготовлю косую бейку мне потребуется 5 метров либо вы можете воспользоваться уже готовой я сделаю ее сама и смотрите как аккуратно получается соединить детали вот таким же образом делаем и косую бейку я ее заутюжила уголочек я подкипаю вот так и прокладываю строчку по всему периметру это будет деталь для шнурка вот так это выглядит и просто этот шнурочек я оставляю в кулису готовую длина у меня получилось 5 метров но я бы сделала немного покороче этот шнурок примерно четыре с половиной метра и вот смотрите у меня вставился этот шнурочек и где-то посерединке также я произвольно ставлю небольшие отметки одну здесь и другую тоже рядышком это будут отверстия где будет выходить шнурок чтобы хорошо стягивалась у нас я сделаю две петли по желанию можете поставить люверсы но предварительно нужно укрепить ткань вот у меня получилось две петли и я уже вынула шнурочек теперь по всему периметру я буду закрывать гнездышко косой бейка которую подготовила ширина косой бейки у меня 5 сантиметров в крое я просто огибаю открытый срез и от линии которую я отметила закрываю этот срез вот так у меня получается косая бейка все у нас закрыла петли пробиты и остался небольшой хвостик я в конце самому же закрою вот здесь открытый срез сейчас нужно вставить наполнитель наполнитель я буду использовать шариковый холлофайбер первого сорта у меня ушло три с половиной килограмма все зависит от вашего наполнителя если он будет более жесткий то его потребуется меньше чем мягче наполнитель рассыпной тем его требуется больше затем эти отверстия зашиваю на машинке утеплитель раскладу в разные стороны чтобы мне подобраться можно было и закрываю это на машинке вот такой вот гнездышко готова в качестве матрасика я взяла холлофайбер плотностью 300 грамм вы можете использовать любой то что придумайте пожелаете нужным все здесь хорошо закрывается вот так на молнию все ровненько лежит гнездышко получается двустороннее можно использовать на обе стороны аккуратно его стягиваем это гнездышко увеличенного размера получается спальное место 97 сантиметров в длину и 42 сантиметра в ширину именно по матрасику этот размер как построить выкройку вы уже знаете у меня и сможете сделать для себя нужный размер этот вариант очень удобен и хорошо смотрится напишите в комментариях кому понравилось это видео и кто желает сшить такое гнездышко спасибо что досмотрели это видео до конца отмечайте меня под своими работами в инстаграме либо вконтакте и обязательно посмотрю не очень будет приятно увидеть ваши работы и до новых встреч всем пока пока спасибо Продолжение следует...